Флаг Юйс опустить. Сегодня на территории пограничной комендатуры Лойл пройшла урожистая церемония спуска флага и передачи катера Бусил Музею военной славы. Вероника Гамзюкова надзирала за воинским ритуалом. Необходность у пополнения флотилии погрангруппы рейдовым катером возникла послевоенные годы. Войсковцам необходимо было судно для специальных потреб. Патрулевание акваторы, доставки грузов, перевозки пограничных нарадов с боевым руштунком и собаками. В вересне 1967 года был побудованный и прошел упробование первый катер с кодовой назвой Бусил. После чего началось серийное будовництво. Эти два Буслы потрапили в флотилию Лойлской комендатуры в 2001 году. Их передали в рамках программы «Союзная держава». До этого обо два судна несли службу в Финском заливе. Денис Моисеенко был первым и одиным в нашей краине командиром катера с бортовым номером 203. Кажется, сегодня ему журботно развитываться сябром. Где-то я его терпел, где-то ему приходилось терпеть меня. Я знаю каждый болт с ним, каждый уставший шпан голод. Мне особенно радостно в этот день, что катер не погибнет, продолжит свою жизнь. С выкористанием этого катера пограничники затримали больше за 80 порушальников державной мяжи. Бусил не раз примал в делу в парадах и навод и шоу первым. Так само его выкористовывали в вздымках шмат серийного фильма «Державная граница». После 12-ти годовой службы ветерану Буслу пришлось завершить боевый шлях. В 2013 году он в последний раз вышел на охову межа в нашей краине. На его измену по программе международной допомоги «Суркап-2» пришел катер кильового класса «Дозор». Задача по созданию неприступного для нарушителей барьера на водном рубеже выполнена в полном объеме. И в настоящий момент продолжается наращивание усилий, чтобы иметь возможность противостоять любым вызовам в обозревой перспективе. Все это стало возможным благодаря мужественным пограничникам и морякам, традицию и опыту старших поколений и, конечно же, верной технике, стоящей на нашем вооружении. И вот на причале гучить команда «Стяг – гьюсь опустить». Под песню «Сустречный марш» офицеры-ветераны развитываются с катером, який служил долгие годы. Вахтовые повольно спускают с тяг. И он дополнить экспозицию покоя боевой славы пограничной комендатуры Лоев. Под час церемонии развитания у дельники мероприемства вспомнили и тех, кто загинул на водном рубеже под час Великой Айчинной войны. На воду спустили вянок с живых кветок. Для меня это великое дело, потому что, во-первых, таких пограничных катеров больше в Республике Беларусь нет. Такой пограничный катер будет единственный у нас, в нашем любимом городе Гомель. После церемонии катер отправился в Гомельский областный музей военной славы. Его науковые супрацовники отзначают, что это судно станет каштовым экспонатом. Сегодня оно одинное во всей Беларуси, пополняя коллекцию боевых машин. Для нас это очень важно, потому что, с одной стороны, это позволит расширить нашу экспозицию, посвященную пограничникам. А с другой стороны, это все-таки катер. В нашем городе проживает очень много моряков, ветеранов, вооруженных сил еще большой, некогда, единой страны. Поэтому передача Гомельской пограничной группы этого катера для нас действительно очень важное событие.